Русские православные церкви 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 Ну что этому удивляться? Это происходит на фоне того, что русская православная церковь стала просто карманной организацией, религиозной организацией Путина. Прискорбно то, что множество людей в России, хотя я уверен, что многие опросы, они нечто преувеличены, потому что многие люди просто боятся сказать правду, часть ещё просто допридумывают. Но всё равно значительная часть людей поддерживает действительно войну в Украине. И не говорят такие слова, что нет войны. Более того, около 30% людей говорят, что вполне уместно применить ядерное оружие против Украины или, например, западных стран. Та страна, которая пережила Вторую мировую войну, которая прекрасно понимает, что такое фашизм, сама становится источником фашизма. Православные священники благословляют оружие, которое идёт убивать украинских людей, военных. Говорят, что это сворода как бы святые люди, мученики. Мученики за правду, если они, например, погибают. Сразу рай. Какой обман, какой кощунство, братья и сёстры. Фашизм и сатанизм называют христианством. Убийство, изнасилование, называют подвигом за Христа. Недавно псковский митрополит Матвей Копылов, повторяя мнение Кирилла, назвал убитых российских военных святыми мученики, подчёркивая, что они погибают за веру и Родину, и их души обретают покой в раю. Московский Кирилл продолжает поддерживать российские военные действия в Украине, утверждая, что служба в армии в условиях войны является подвигом, а сама Россия якобы стремится к миру, несмотря на свои военные действия. То есть фашизм, сатанизм, убийство она называет священнической войной. Смерть на территории Украины, идя убивать украинцев, они называют это подвигом, героизмом, человеком, который является героем веры. Как когда-то убивали за веру Христову, они это уравнивают. А сейчас часть протестантских направлений, баптисты, пятидесятники, сейчас поддерживают войну, поддерживают Путина. Неудивительно, понимаете, это очередное, скажем так, глумление над крестьянством, очередная, ещё больше, я бы так сказал, глупость, что уже нужно не только танки освящать, освящать там святой водой, брызгать то, что мы видели, там священники делают в Русской Православной Церкви, а уже ядерную бомбу. Значит, ещё нет предела беззакония, безбожья. Безбожье. Но вы знаете, что Господь открывает, как Содом и Гоморра, когда беззаконие уже дошло до небес, приходит час расплаты. Это нужно помнить. Поэтому молимся, братья и сёстры, молимся о том, чтобы был мир в Украине, чтобы, скажем так, вот эти люди и священники, в том числе так называемые священники, потому что трудно называть таких людей священниками и христианами, чтобы вот эта преступная деятельность их подошла уже к совершению, братья и сёстры, потому что очень много крови. Если брать в общем количестве, то эта война унесла уже около миллиона жизней. Множество людей покалечены. Война между Украиной и Россией. Множество разрушений, множество бедствий. Множество вот этих изнасилований было. Мучение людей. Как и написано, что молиться за царей начальствующих, чтобы пройдить нам жизнь тихую и безмятежную, нужно это делать. Молиться и освящаться, потому что много может молитва праведника. И если не будем мы противоставлять вот этому беззаконию, если христианство будет молчать, если будет оно пассивное или такое тихое, скажем так, молчаливое в этом, то беззаконие будет ещё больше возрастать. Поэтому будем бодрствованы, велико, братья и сёстры. Аминь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова